Роману Александрову вручают благодарственное письмо за высокие спортивные достижения. Еще недавно он служил в воздушно-десантных войсках командиром роты, а в 2016 на службе потерял зрение. В голбол пришел около пяти лет назад. К этому турниру готовился усердно. Тренировался дома, повышал свою физическую подготовку в тренажерном зале, играл на подготовительных турнирах. Соревнования по голболу в рамках Всероссийского летнего марафона «Сила России» проводятся впервые. Это игра для людей с нарушением зрения. Сегодня в третьем туре соревнуются четыре команды из Одинцова, Щелкова, Орехова, Зуева и Электростали. Да, Московская область у нас является одним из лидеров российского голбола. И ребята, и девочки входят в составы сборной России. В голбол играют на ощупь, опираясь только на слух. Поэтому у атлетов игровой мяч специальный, с колокольчиком. Игра идет два тайма по 12 минут, в командах по три человека. Для победы спортсменам нужно забросить или закатить мяч в ворота без помощи ног наибольшее количество раз. В нашей стране голбол получил очень широкое распространение. У нас очень много команд создано, и в частности в Московской области. Призеры тура получат кубки, медали и грамоты. Не останутся без подарков и занявшие четвертое место. Для них подготовлены подарочные кружки. Следующий четвертый тур пройдет уже в эти выходные в городе Королеве.